Самый центр даунтауна Нью-Йорка, Сити Холл Парк. Доставщики еды, тут частые гости. Здесь можно перевести дух в обеденный перерыв, встретить коллег и провести экспресс-проверку своего транспортного средства. Иммигрант из Мексики Мани Рамирос в перерыве между заказами помогает товарищу наладить электровелосипед. Вот такой байк с двумя батареями стоит больше 2000 долларов. Это дорого. И все идет из нашего кармана. Страховку на такой дорогой велосипед не оформить. Если сломался, чиним сами. На плечах доставщиков почти все расходы, говорит Мани. Шесть лет назад, когда он только начинал, он потратил порядка 3000 долларов. Деньги ушли на покупку велосипеда, мобильного телефона. Только новые модели работают с приложениями доставки. А еще шлем, термосумка. И не только. Все это жесткие требования. Без такого набора тебя не допустят до работы. А взамен ни соцпакета, ни элементарного уважения. В прошлом году моя жена была беременна. Ее даже не пустили в ресторан, потому что вход только для клиентов. А мы для них рабочий персонал. А она сказала, что беременна? Да это все якобы из-за пандемии. Но в пандемию беременную женщину не пустили в заведение. Просто погреться. Апрель прошлого года. Доставщики еды впервые вышли на массовую акцию протеста. Более 2000 человек устроили ралли с требованием изменить саму систему и отношение к работникам индустрии. В Нью-Йорке почти 65 тысяч курьеров. И именно эти люди обеспечили бесперебойную работу ресторанов во время пандемии, когда заведения не могли принимать гостей, а лишь работали на вынос. Это были экстремальные условия. Терпеть было невозможно. Отношение к ним было как к людям второго сорта. Мы объединили все усилия. Мы собрали воедино профсоюз доставщиков, местных депутатов и членов городского совета. Мы должны были что-то изменить. А изменить нужно было многое. Как минимум пересмотреть регламент работы в непогоду и помочь защитить самих курьеров. И не только на проезжей части. Ежегодно каждый второй подвергается нападению со стороны грабителей. С апреля 2021 года в Нью-Йорке убили 14 доставщиков еды. Главная цель преступников – не наличные в кармане курьера, а его электробайк. Самый громкий случай. Прошлый октябрь неизвестный напал на курьера, ударил ножом и украл велосипед. Пострадавший скончался прямо в парке. У ступеней мэрии Нью-Йорка собираются активисты, представители профсоюза, работников службы доставки. Они празднуют победу. Спустя два года с начала борьбы за права доставщиков их требования услышали и поддержали на уровне города. С сегодняшнего дня в Нью-Йорке базовые права курьеров прописаны в новом законе. Курьеры Нью-Йорка теперь могут сами определять, как далеко они хотят доставлять заказ. Сама работа станет более прозрачной. Информация о чаевых за доставку будет видна сразу, и курьер сможет сам решать, принимать ли такой заказ. Кроме того, доставщиков будут обязаны пропускать в ресторан, чтобы погреться или использовать ванную комнату. И главное – платить им будут каждую неделю. Впрочем, все эти изменения пока лишь на бумаге. Чтобы начать работать по-новому, мобильные приложения по доставке еды должны сделать обновление системы согласно новым требованиям. В администрации города пообещали держать вопрос на контроле. Как символ победы в борьбе за права доставщиков здесь, в Нью-Йорке, визит главы города сюда сразу после пресс-конференции. Эрика Адамса звали на встречу довольно давно, и вот только сегодня он решил присоединиться. После череды фотографий с собравшимися и диалога со случайными прохожими, Эрик Адамс все же сообщил важную новость. С января следующего года курьеры в Нью-Йорке будут гарантированно зарабатывать 15 долларов в час. Очень важно. Работники службы доставки будут получать справедливую плату за честный и тяжелый труд. Законы, которые мы приняли на городском уровне, свидетельствуют о тех победах, которые смогли достичь вы все. Я полагаю, что здесь и сейчас творится история. Доставщик еды Мани Рамирос уверен, новый закон действительно поможет многим курьерам. Скажи, а сколько ты зарабатываешь и какое время года самое прибыльное? Зимой зарабатываем чуть больше, потому что идет снег, никто не хочет выходить на улицу, и вот тогда у нас много заказов. Зимой можно заработать много денег? Зимой в неделю в самые загруженные дни можно заработать примерно 500-600 долларов. Примерно столько же получают работники ресторанов. Но мой основной плюс в том, что я выбираю свой график сам, хотя и денег совсем немного. Мани Рамирос уже подсчитал свою новую зарплату. Если все сложится удачно, то уже в будущем году он, его жена и их дочка смогут даже поехать в отпуск. Это большие перемены. Если меня раньше посещали мысли все бросить, то теперь хотя бы есть надежда.